Всем привет! С вами Дед Пердед и сегодня хочу рассказать вам, как легко, быстро и удобно перебить на семейной ферме Старого Спенса всех волков. Ферма эта, как вы знаете, находится на локации Одинокая Топь. Способ, о котором пойдет речь, работает в текущей версии игры вот в этой сборке, в той, в которую была добавлена Бледная Бухта. Разработчики анонсировали нам обновление режима выживания, новое, примерно в середине мая, поэтому есть вероятность, что там это пофиксят и я надеюсь, что хоть кто-то успеет посмотреть этот ролик и потерпнет что-то полезное для себя. Наверняка вы знаете, что если вы заходите на локацию впервые или после достаточно долгого отсутствия на ней, скажем, после того, как вы отсутствовали там больше 50 игровых дней, то вас встречает там очень большое количество волков. Очень. Гораздо больше, чем вам нужно для спокойной жизни. Перебив всех волков в районе обустраиваемой вами базы, вы тем самым как бы снижаете уровень сложности для своего выживания, оставаясь в то же время в том же режиме выживания, в нашем случае на сталкере. Что я имею в виду? Если вы приходите на локацию и вас встречает, скажем, девять волков, три с одной стороны, три с другой, вы перебьете всех этих волков, далее они начнут спавниться не сразу всей кучей, которая вас встретила на подходе к базе, они будут спавниться постепенно по одному вместо трех, по два вместо четырех, вы будете видеть их меньше, вам будет легче далее регулировать количество хищников в районе, в котором вы предполагаете задержаться достаточно долго. Одинокая то локация довольно непростая, поэтому я предполагаю, что вы отправились туда имея достаточно патронов, стрел, факелов, желательно красных и опыта в игре. Как вы видите, не так сложно выживать на ферме старого Успенса, как дойти до нее и не сдохнуть по дороге. Мой последний поход на ферму Успенса прошел не идеально и это видео, конечно, не о том, как без потерь туда дойти. Будем считать, что вы туда дошли и дотащили при этом все, что вам нужно и с гораздо меньшими потерями, чем я. Далее на ферме можно вполне себе очень хорошо жить, но первым делом после зализывания ран нужно будет провести зачистку территории от волков. Раньше, когда работали приманки, это можно было делать проще. С одной стороны проще, а с другой мы рисковали, находясь на открытой местности. Теперь же у нас появилась замечательная возможность перебить волков, не выходя из вот этого полуразрушенного сарайчика. Достаточно заявить волкам о своем присутствии и встать недалеко у наковальни. С какой бы стороны они не приближались, в данном обновлении почему-то они считают, что есть только один способ приблизиться к вам и достать вас, а это между вот этих досочек. Не важно, откуда они за вами бегут, если вы возвращаетесь с улицы, они хотят достать вас именно оттуда. Серые товарищи просовывают свою мордочку к нам и переходят в режим тарахтелки, что делает их отстрел особенно легким, не требующим никакой специальной сноровки. Оноровки. Ух! Ух! если же по какой-то причине они не находят эту щель между досками они как бы дрифтят с той стороны влево вправо влево вправо и тогда тоже можно найти момент чтобы попасть в них как видим они падают все примерно в одном месте стрелы подбираются возможен даже сбор волка через эту щелочку не выходя наружу абсолютно никакого риска собственно вот и все и еще одно дополнение если вы не можете нащупать стрелу скажем так снаружи волка попробуйте начать его сбор с некоторых волков стрелы у меня собрались вот таким простым способом надеюсь информация была для вас полезной всего-всего а в меня ты не попал ведь опять я убежал ты прицелиться не смог у меня ведь много ног а я севенький такой а я шустренький такой ну а ты совсем косой ты не только тормозной снова снова убежал и и попал и прицелиться не смог не охотник ты дедок а